Инесса Алиева 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 через час, где-то через минут сорок, новолуния, по-нашему, как бы так. Ну, я думаю, что, в принципе, да, все знают, что Луна, как бы, делится на четыре четверти. Да, естественно, вот это получается новолуния, как бы, и как первая, вторая четверть, это у нас идет вот именно до полнолуния. Значит, новолуния, если в полнолунии мы видим Луну, то в новолунии мы Луны не видим. То есть она, как бы, скрыта. То есть почему получается, что новолуния – это полное совпадение Луны и Солнца, а полнолуния – это против, как бы, стояния. Угу. То есть, естественно, на небе ничего, как говорится, нет. Да, и, ну, то есть вообще, вот и лунный диск, он как бы не виден. Так. Значит, вообще, очень хорошее время. То есть оно само по себе отличается с полнолунием, да, то есть, что делаются ритуалы в полнолунии – это совсем другое на новолунии. То есть они совсем, как бы, не совпадают и имеют вообще разный мистический, как бы, смысл. Угу. Хорошо. Вопрос. Новолуния что собой олицетворяет? И какие ритуалы благосклонно или же правильно делать в новолунии? И чего ни в коем случае не стоит делать? Чем новолуния отличается от полнолуния в энергетическом плане? И как это влияет на все человечество? Значит, я вам что хочу сказать, вот даже, в принципе, в старину всегда бабки говорили. То есть, если новолуния, значит, получается, то есть, как бы, зарождение. Да. А если полнолуния и смерть, то есть, как бы, обычно, и на самом деле, и так, большую часть, вот, именно, рождаются, там, детки в новолунии, но смертность в полнолунии больше. То есть, естественно, само слово говорит, новорождение, новолуния, то есть, новая луна, зарождение чего-то нового. То есть, во всем, во всех смыслах, то есть, как бы, что касается и магических направлениях, что касается, вообще, жизненного, как говорится, опыта, да, это идет, вот, именно, время зарождение. Понятно. Ну, и вот, если быть ближе к ритуалам, что у нас происходит? Значит, что, как бы, я еще раз говорила, что если на полнолуния, оно получается большинство, вот, именно, то есть, как идут чистки, как отработки какие-то, то в новолунии очень хорошо что-то начинать заново, вот, именно, то есть, как новые дела, то есть, это без разницы, да. Ну, то есть, лучше планировать вообще, как бы, даже, вот, в принципе, кто, мастера работают, новые зарождения, новые дела, новые, новые заговоры, новые ритуалы, то есть, даже в этом будущее, как бы, как начало такое, да. Да, значит, очень хорошо, чтобы, там, на бизнес, вот, именно, на какие-то заключения договоров, заключения, вот, именно, каких-то, то есть, как бы, сделок, очень такое благоприятное время. Очень хорошо, естественно, то, что я сказала, что, если в новолунии, вот, именно, то есть, родился ребенок, да, то это получается, значит, ребенок будет очень счастливый, богатый и долгожитель, то есть, как бы, таким образом, так. Вообще, в новолунии ни в коем случае нельзя отмечать годовщину замужества. Почему? Потому что семья быстро распадется, то есть, это, вот, обязательно. В новолунии нельзя ни в коем случае брать, вот, именно, как в долг, занимая деньги. То есть, я минусы говорю, новолуния, а потом я расскажу, вот, именно, то есть, как бы, плюсы. Так, значит, ни в коем случае, вот, именно, то есть, как бы, если вы хотите что-то закончить, то в новолунии это ни в коем случае сделать нельзя. Ни в коем случае. В новолунии ничего не заканчиваем. Да, именно, только, если заканчивать хотите что-то, или хотите что-то, вот, именно, как бы, какую-то выполняете миссию или чистку, то это после полнолуния. Значит, если вообще планируете какие-то начинания, какие-то поездки, это время вот именно благоприятное, очень. Очень хорошо, если как бы для женщин, кто вот именно как бы страдает бесплодием и страдает как бы проблема вот именно забеременеть, очень хорошее время, то есть как бы подшаманить, и там, чтобы получился как бы благоприятное время конкретно вот именно для зачатия ребенка. Как бы так. Значит, то, что вот касалось, я говорила, что ни в коем случае нельзя вот именно в долг занимать, да, и брать, да, потому что деньги пропадут сразу. Это в новолуние, да? В новолуние, да, ни в коем случае. Ну, то есть как бы, если даже как бы ни была ситуация, хотя бы ближе, вот именно хотя бы последнее уже как бы. То есть деньги лучше, да, если я кому-то отдалживаю деньги, мне это лучше делать ближе к полнолунию, а если у кого-то отдалживаю, то лучше в новолуние, да, или как? Да. Значит, смотрите, если вообще отдавать деньги, долг, конечно, лучше вот именно, ну, то есть много кто знает, кого забрать удачу, так, или просто-напросто, ну, как бы чуть-чуть над человеком поиздеваться. То есть попросить у него отдалжить денежек в новолуние или в растущую, тогда как бы будете чувствовать, что кошелек ваш пустится. И плюс еще получается, что будете разоряться, то есть таким образом. Поэтому, ну, то есть как бы, вообще вот на новолуние лучше даже вообще выполнять, ну, то есть любое исполнение желаний, то есть оно и направлено вот именно на исполнение желаний, там, неважно, личные, там, любовные отношения, то есть отношения как бы любовной магии, что касается денежных обрядов, ну, бытовых как бы обрядов. Ну, то есть здесь вот именно человек, который хочет изменить вот именно жизнь к лучшему, это и делается в новолуние. Понятно. То есть именно, то есть он, этот шанс дается раз в месяц, можно сказать. Если полнолуние, оно может быть два раза в месяц, ну, как-то такое случится, то в новолунии оно раз в месяц получает. Ну, то есть как бы это можно все как бы настроить и подшаманить. Короче, берем денежку в долг в новолуние, отдаем в полнолуние. Правильно? Да. Нет, это если хотим навредить. Если навредить хотим. А если не хотим навредить? Ну, тогда попросить именно в полнолуние. В полнолуние. Но тогда не получится, что мы сами что-то отдаем человеку? Ну, оно, знаете, как, самое главное просто, что почему в новолуние? Если вообще, да, если у кого-то, я просто к чему говорю, если у кого-то, к примеру, очень такая несчастливая доля, если человек как бы довольно-таки состоять, ну, вот взять два человека, да, один как бы такой миллионер, то есть как бы без... Как бы такой миллионер, это нормально. Да, так. И в результате, короче, поправить свою вот именно судьбу, человек может одолжить новолуние. Вот тогда он попадет, ну, как бы особо не разорится этот человек, а тот, у кого так средний как бы доход, он может разориться. И человек, если очень сильно вот именно в это верит, все, тогда он конкретно пойдет у него все на разорение. Да, ну, вообще лучше такие вот, ну, делать ритуалы, да, никому не вредя, просто не вредя, да. Я давным-давно вам приводила пример, вот именно как бы с таракашками, когда-то это давно, ну, больше чуть-чуть прошло времени, да, месяца 8 назад. Значит, чтобы никого не обидеть, просто можно... Он смешной, конечно, этот заговор, и тараканов-то тяжело найти, но он очень эффективный, очень, да, если вот просто изменить какую-то судьбу. Значит, берется, как бы где-то находится таракашечка, ползочек. Так, нужно обязательно у кого-то просто взять, украсть желательно, да, маленький кусочек мыла. В Америке этого нету, но надо купить тогда, если, ну, то есть, как бы в Америке, возможно, жидким мылом, ну, как бы у нас тоже это скоро будет такое. Но, в принципе, как бы приобрести кусочек маленький, отщелкнуть, то есть, если бы купили, значит, отщелкнуть, и плюс еще ходовую монету, то есть, любой страны, где вы живете. Если вы хотите, чтобы у кого-то бизнес, он как бы налаженный, конкретно, с разными странами, значит, каждой монетке вот именно положить вместе с этим. И живой, чтобы был этот таракашечка, потому что, если он умрет, то это, ну, он не очень хорошо, чтобы даже, вот, когда будет этот ритуал сделать, чтобы он жил, да, когда его будут заказывать, чтобы в ямочку вот уложили, вот именно, чтобы он был живой. То есть, еще плюс очень хорошо делать тоже, привозила примеры, когда... Подожди, что надо сделать с тараканом еще раз? То есть, мы вот его изловили, да, где-то, и... Да, но я уже привозила этот ритуал, поэтому, ну, я думаю, что просто, если кто слушал эту передачу, я думаю, прослушал. Ну, значит, берется вот эти три, как говорится, вещички, соединяются вместе. Какие вещички? Еще раз, монетка, мыло. Мыло и денежка. А как же нам соединить эти три вещички? Клеим, что ли? Нет, очень легко. Есть пищевая пленочка, садите туда и ровненько всех поймаете аккуратненько. Раз, разрезали, и там вроде бы он там копошится, на монетках сидит, там на мыльце сидит. Ну, и потом, когда идете закапать, желательно это закапывать в четверг, чтобы обязательно это был четверг, первая половина четверга. Именно после, вот сейчас у нас среда, значит, завтра этот ритуал надо сделать. И получается, просто берете, подходите, вырывая эту ямочку, закапываете, закапываете туда, ложите туда и говорите, ну, сколь быстро, как говорит, мыло измыливается, быстро бы пропали бы мои неудачи и невезения. И потом, как сколь много уходуем в хозяйке тараканов, много было бы удачи и денег. За горо на удачу везде не взрываем, с рождем ее засыпаем. То есть это один из... и аминь, то есть обязательно сказать, да будет так. Очень-очень-очень много других ритуалов. То есть как бы я, вот то, что касается как бы месяца, естественно, то есть день-два получится, как бы оно, как бы не будет ничего, но уже на третий денечек пойдет такой маленький серп. Ну, то есть я объясню немножечко различия, то есть Луны, потому что много всего это не разбирается и очень как бы путают. Если буква С, это убывающее. Если полнолуние, понятно, полная Луна. Если просто в обратную сторону буква С, и если мы добавим просто палочку вот именно как... Ну, чтобы на будущее запомнить, приложите просто невидимую палочку, как Р-букву сделать. Это будет... ну, я по-другому говорю Э без палочки. Ну, то есть как бы так. Ну, а так обычно говорят Р, невидимая Р, типа так. Ну, то есть как бы одна в одну сторону, другая в другую сторону. То есть как бы С-очка это убывающее. Значит, и в принципе, как только, как только вот именно зарождается месяц, значит, только вот новолуние, значит, к примеру, вот едете, идете, неважно, да, какие бы у вас купюры не были, там достаете кошелек и показываете первый раз. Вот вы видели этот маленький серпушок, такой серпик, так? Вы показываете свой кошелек открытый, с этими денежками, ну, то есть как бы что у вас там есть, да? И их, короче, держите, вот даже можно одну купюру положить, ну, показывать можно все, полностью весь кошелек, потому что очень-то, очень много таких ритуалов, да? Индивидуально конкретно на одну купюру, на монетку там, ну, то есть как бы, ну, на кошелек очень просто, легко показали первый раз в месяц, и все. Ну, то есть как бы, ну, можно даже про себя сказать, вот как ты там, месяц растет, как бы, так и расти мое состояние там, ну, и обязательно, то есть как бы подтверждение должно быть. Так, и плюс еще, ну, то есть один раз это нужно, если много раз это показывать, деньги будут убывать. Это закон, это обязательно. Только вот увидели молодой, как он вот начинает расти, так его показываешь. Потом еще можно очень сделать, короче, в домашних условиях тоже, то есть поставить водичку, чтобы на окошечко, то есть в баночку, там, в стаканчик, неважно. Бросят туда монетки ходовые, так, и пусть они там лежат. Лучше всего, если есть золотые николаевские монеты, это вообще хорошо. Николаевские монеты? Да, 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 ну, в русском народе их много еще водится. Контепориально. Поэтому туда, в принципе, положить червончики, да, червончики. Червончики, не важно, пятнашечки, пятерочки, без разницы. Так. И сюда, короче, как бы положите, и как только вот месяц начинает расти до полнолуния, он полную силу набирает полностью, и, короче, нужно обязательно, то есть это тоже ритуал, очень хорошо делать, неважно, на богатую долю, на красоту, на деньги, на улучшение вашего, как говорится, благосостояния, ну, то есть, как бы на все, вот именно, как бы, что вы хотите. Ну, уже если конкретно кому-то что-то надо зарядить, ну, обратиться, если, ну, как бы не знает ничего, пусть обращается, естественно, к мастеру. Ну, очень самые-самые простые вот моментики, я это рассказываю для народа. Ну, да. В наших условиях они сделали себя, как говорится, богатенькими, красивенькими, удачливыми. Поэтому, в принципе, здесь, когда дождется, вот именно, как бы, водичка полнолуния, ну, то есть, как бы, можно сказать слова, вот, когда забираете полнолуния, там, можно в этих двух днях, да, можно не доходя тому уже, когда набрал 14 день полную силу, такую крепкую, так, можно умыться, смотря на что-то наговорили. Ну, так сказать, как ты месяц, то есть, она же водичка-то смотрела, там, или с монеточками, или еще чем-нибудь, и можно сказать, что как ты месяц рос, ну, то есть, нарастал, так, чтобы у меня нарастало там то-то, то-то, то-то. Или там, ну, можно сказать, батюшка, младмесяц, дорогой дружочек, золотой рожутик, дай Господь тебе золотые рожки, а мне там, как бы, красоту, или еще что-то. Ровные ножки, да. Не важно, там, ну, хотите вы красоту, хотите вы здоровье, хотите, ну, обычно старушки очень любят вот именно чисто молодик, он в народе еще называется, то есть, как бы, да, его очень любят бабушки, да, они тогда набирают такую силу, ну, то есть, подпитываются, так вот, ну, то есть, как бы, каждый не выходит, не говорят, ну, то есть, по себя, там, дай мне Бог здоровья, то есть, как бы, месяцок, да, мне здоровья, как бы, так, такого вот плана. То есть, очень много вариантов делать, то есть, как бы, очень хорошее время, благоприятное время для вражбы, любовной магии. Это на новый месяц. А? На новый месяц, да. Да, ну, объясню еще, то есть, как бы, можно сделать на новолуне это зарождение новых отношений, да, когда, ну, то есть, как бы, только-только зародились, там, встречаются, там, закрепить, так, потихонечку, так, легенький такой, как бы, маленький такой, оморочек, да, чувствовать чуть-чуть человечку. А уже потом, ближе к полнолуну, уже это, да, там, имеет силу, ого-го, делаются очень сильные привороты. Это, как бы, получается, они 8-14 лунные сутки, оно, как бы, очень такие магические силы, имеют полную силу такую конкретную. То есть, и в это время тоже очень хорошо, ну, то есть, как я и говорила, то есть, время, как приворотов, там, можно делать, там, заговоры, там, или, как бы, магические ритуалы, там, на богатство, на удачу, то есть, закрепление такое, как бы, вот, как я и говорила, что, как ты, батюшка, месяц растешь, нарастаешь, что у меня нарастали, как бы, эти вот. То, что вы просите. Так, ну, и, в принципе, девушке незамужним очень хорошо. То есть, как бы, даже, вот, выйти просто на балкончик или на улицу и, как бы, посмотреть на месяц. То есть, дай мне женишка, молодой, виситцок, ну, то есть, как бы, такое тоже. Ну, то есть, как бы, это постоянно тоже, ну, городские, они, как бы, мало в этом сведущие, но люди, выходцы, которые именно с деревень, они, в основном, то есть, как бы, это из поколения в поколение, это передавалось всегда. Да, очень хорошо, очень хорошо ложить денюжки под стол, под скатерть тоже, очень сильные тоже, как бы, получается, ложить вот именно под скатерть в разных комнатах на полнолуние вы тратите. Спасибо.